Т. Вашингтон-Пост, США Крупный газопровод соединит Россию и Китай, и в Китай впервые пойдет газ из Сибири. Робин Диксон Т. Вашингтон-Пост, США, 3 декабря 2019 года Москва, когда в понедельник президент Владимир Путин и Си Цзиньпин дали старт новому газопроводу, и в Северный Китай начал поступать российский газ. Это стало событием, которое может иметь геополитические последствия для всего мира. По одну сторону границы, на Таманской газокомпрессорной станции в районе Благовещенска, расположенного недалеко от китайской границы, российские специалисты в серо-голубой униформе стояли на готове и ждали, когда Путин даст команду о запуске газопровода. По ту сторону границы их китайские коллеги в ярко-красных комбинезонах были готовы принять газ. Церемония запуска газопровода проходила в режиме телемоста между двумя президентами, во время которой на экране с помощью маленьких белых стрелок было показано, как газ пошел по синей трубе. Газопровод «Сила Сибири» стоимостью 55 миллиардов долларов и протяженностью около 3000 километров проходит от сибирских газовых месторождений в Иркутской области и Якутии до китайской границы. Он является новым ярким символом укрепления связи между Москвой и Пекином на фоне Америка на китайской торговой войне. Трубопровод дает России возможность подключиться к огромному и растущему китайскому газовому рынку в рамках рассчитанного на 30 лет контракта на поставку газа на сумму 400 миллиардов долларов, что позволит смягчить влияние западных санкций, введенных против России за аннексией Крыма в 2014 году. В Китае газопровод будет проходить от северо-восточной провинции Хайлунцзян до Шанхая, и протяженность китайского участка составит более 5000 километров. Контракт между российским государственным газовым гигантом «Газпром» и китайской национальной нефтяной корпорацией позволяет Москве диверсифицировать свои рынки за пределами Европы, куда в прошлом поступала большая часть российского газа. Россия и Китай, решительно настроенные противостоять глобальной мощи США, сближаются. На июньской встрече в Санкт-Петербурге, где две страны подписали большое количество торговых сделок, Си назвал Путина своим лучшим и близким другом и объявил, что Пекин передаст Москве двух панд, что всегда является знаком особой и теплоты Китая в дипломатических отношениях. Символом укрепления военных связей между Москвой и Пекином стало первое совместное воздушное патрулирование, которое Россия и Китай провели в июле в Азиатско-Тихоокеанском регионе, из-за чего Японии и Южной Корее пришлось спешно приводить в боевую готовность средства ПВО. Российские поставки газа на китайский рынок могут создать препятствия для поставщиков более дорогого американского газа и способствовать укреплению позиции Пекина в торговых переговорах с Вашингтоном. Запуск газопровода из России в Китай происходит на фоне того, как Россия торопится завершить прокладку западного газопровода «Северный поток». Два по дну Балтийского мая в Германию позволят России поставлять газ в Европу в обход Украины. Россия обладает 20% мировых запасов газа и на ее долю приходится 17,3% мировой добычи газа. Она обеспечивает почти 21% газа, поступающего в Европу по трубопроводам. Это привилегированное положение за счет обеспеченности ресурсами дало России силу, которую она без колебаний использовала на протяжении многих лет для достижения своих собственных политических, геополитических и стратегических целей, казал он. Ориентируясь между европейскими рынками на Западе и быстро растущими китайскими рынками газа на Востоке, Россия не только создает новые источники доходов, но и подстраховывает себя, находит запасные варианты и укрепляет свои позиции стратегически. Сделка с Китаем во многом является браком по расчету. У России есть газ, который нужен Китаю, и Россия охотно принимает все связанные с этим геополитические преимущества и повышение своего статуса, отметил он. По его словам, это также дает России возможность разжигать соперничество между рынками, настраивая их друг против друга. Путин заявил, что контракт на поставку газа, заключенный с Китаем в 2014 году, стал крупнейшим соглашением в истории российской газовой отрасли. Строительство газопровода было сложной инженерной задачей, его прокладывали через болота, в горах, в сейсмоопасных районах и районах вечной мерзлоты, где прошлой зимой температура опускалась до 50 сниже нуля. Этот шаг, поставки в Китай, выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень, приближает нас к поставленной вместе с председателем КНР Си Цзиньпином задачи доведения двустороннего товарооборота в 2024 году до 200 миллиардов долларов, сказал Путин. За 30 лет по газопроводу Сила Сибири в Китай будет поставлено свыше триллиона кубических метров газа. Глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что в строительстве трубопровода приняли участие 10 тысяч рабочих, и было использовано 130 тысяч труб. По данным Международного энергетического агентства, Китай до 2024 года станет главным двигателем роста мирового спроса на газ, на его долю будет приходиться около 40% мирового спроса. Западный газопровод «Северный поток-2», строящийся совместно Газпромом и европейскими партнерами, готов более чем на 80% и должен быть запущен в середине следующего года. Но проект может быть сурван, если до его завершения будут введены санкции США против компаний, участвующих в прокладке трубопровода. Украина, которая рассчитывает на пошлины за транзит российского газа в Европу на сумму около 3 миллиардов долларов в год, призывает американских чиновников заблокировать газопровод «Северный поток-2» до завершения его строительства. Москва и Киев всячески пытаются достичь соглашения о транзите газа на фоне трения в отношениях по поводу аннексии России и Крыма в 2014 году и ее поддержки пророссийских сепаратистов в войне на востоке Украины. Срок действующего соглашения, заключенного в 2009 году, истекает в конце года. Второй строящийся газопровод «Турецкий поток» из России в Турцию, также будет проходить в обход Украины и обеспечит поставки Турцию и Южную Европу. По данным «Газпрома», в наступающем году поставки газа в Китай по трубопроводу «Силы Сибири» будут ограничены и в 2020 году составят 4,6 миллиарда кубометров, а в 2021 году увеличатся до 10 миллиардов кубометров. Но «Газпром» заявил о своих планах увеличить поставки в Китай до 38 миллиардов кубометров к 2025 году, а к 2035 году обеспечить четверть китайского импорта жиженного природного газа. Проект также может стать причиной ослабления позиций традиционных поставщиков Китая, таких как Австралия, отношения которой с Пекином в последние годы становятся все более напряженными. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.